Башкирские власти регулярно отчитываются нам о своих неимоверных достижениях. Они открывают магазины белорусских штанов, строят к лету снегоплавильные заводы, завозят зубров в заповеднике. Ну а если уж удастся годика за три построить какую-нибудь железную лестницу, так и вовсе банкет устраивают в колонном зале. Но далеко не про все достижения и итоги четырех лет правления Радия Хабирова в Башкортостане рассказывают так громогласно. Вот, например, власти скромно умолчали, что за четыре года количество детей в Республике Башкортостан снизилось на 8%. Ну, вы спросите, что такое 8%? Подумаешь, 8%? Не 80 же. Но я отвечу, что по законам социологии развития общества, общества и социума, любые изменения в составе населения на величину более 5% обязательно приводят к существенным переменам в структуре общества и его характере. Тот факт, что в Республике Башкортостан существенно снизилась рождаемость и количество детей, обязательно скажется на качестве общества примерно через 13-18 лет. И точно скажется не в лучшую сторону. Ну и, конечно же, спасибо за это дорогому Радию Фаритовичу и Ленаре Ивановой, которые так трогательно заботились о населении Республики Башкортостан. А Радихабиров тем временем продолжают клепать парки и скверы, вот только есть подозрение, что в скором времени ему не хватит мамочек с колясками, про которых он так мечтает, чтобы они гуляли в этих парках и сквериках. Кстати, о парках и любимом благоустройстве. Год назад, как положено, с помпой и возложением гвоздик сдали в эксплуатацию парк в районе Инорс. И вот сегодня, через год, жители этого многострадального района с ужасом наблюдают то, что осталось от новенького парка. Но давайте по порядку. В парке, как положено теперь при Хабирове, была уложена та самая липовая лиственница, которая вспучилась и почернела точно так же, как почернела ольха в парке Кашкадан. Но был и эксклюзив. Безумно дорогое решение для покрытия пешеходных дорожек, так называемая морская галька. Это тысячи и тысячи метров пешеходных дорожек, которые покрыты маленькими гладкими камушками, которые замурованы в раствор и очень красиво смотрятся и играют на солнце. Очень красиво, действительно. Тактильно, стильно. Я сам лично видел в Средиземноморском регионе такое решение. Но исключительно подходит это решение для тепкого климата Армении и территории, которые поближе к экватору находятся. В Инорсе вся эта морская галька вспучилась, разрушилась и потрескалась. Ну, практически полностью все, что было сделано в прошлом году, пришло в абсолютную негодность. В общем, морская галька зиму не пережила. И вот теперь эти чудо-дорожки тупо закатывают черным асфальтом, ну, прикрывая все вот это безобразие. Кто это делает? За чей счет это делают? Мы точно не знаем. Но присмотритесь к фото. На фото техника с логотипами городских мупов. То есть это вовсе не техника с армянскими номерами, а техника уфимских государственных муниципальных унитарных предприятий. Ну, остается надеяться, что эти мупы хотя бы на подряде у армянских братьев находятся, а не в рабстве, в конце концов. Если уж говорить совсем серьезно и без сарказма, я считаю, что правоохранительным органам сейчас немедленно нужно начать проверку всех парков и всех общественных пространств, в которых коснулось вот это пресловутое благоустройство дорогого Раде Фаритовича. Потому что складывается такое ощущение, что вот эти многие-многие миллиарды бюджетных рублей ушли в каком-то неизвестном направлении, а нам подсунули какой-то фуфел в виде вот этой липовой лиственницы и исчезающей морской гальки. Конечно же, в наше время за информацию можно и не платить. Но вы же знаете, где находится бесплатный сыр. И, впрочем, мы уже привыкли к тому, что этот сыр находится исключительно в информационных мышеловках. Поэтому помогать открытой политике можно и нужно. 100-200 рублей пожертвований в неделю точно не сделают вас бедными, но точно помогут нам работать для вас дальше, нести вам нормальную, правдивую информацию, а не то, что располагается в тех самых мышеловках. А помочь каналу можно, к сожалению, единственным образом, перечисляя деньги на расчетный счет, который мы указываем в каждом нашем выпуске и в шапке описания под каждым видео на нашем канале. Вдохновившись успехом жителей сел Темясово и Ежбулдина, жители многих сел и деревень пожелали провести народные сходы, обсудить экологические и социальные проблемы, накопившиеся в их населенных пунктах. И это не на шутку взволновало власти. В Белом доме хорошо запомнили, как освистали на народном сходе главу района и целого вице-премьера Абдрахманова. И власти решили во что бы то ни стало не допустить больше народных сходов в республике Башкортосхан. В ход идут юридические уловки, запугивания, давления на активистов. В частности, на прошлой неделе все это было применено к активисту Буранбаю Аскарову, которого строго предупредили, чтобы он не смел инициировать народный сход и пригрозили последствиями. В село Подольск Хайблинского района жителям отказали вправе на сход по надуманной юридической причине, но они намерены переписать заявление, ведь речь идет о возможном принудительном выселении целого села для освобождения земельного участка под разработку полезных ископаемых. Согласитесь, причина вполне себе веская. Тем временем, власти потихоньку раздают лицензии на разработку недр. Жить же как-то надо, Минэкология. Вот, например, 14 июня была оформлена лицензия для ООО «Новатор» для добычи полезных ископаемых около деревни Гадельбаева, Баймакского района. Ну, все шито, крыто, тихонечко выдали. Такое ощущение, что Хабиров и его команда не извлекли никаких уроков из истории Куштау, Тимясова и Ижбулдина. Ну, как говорится, пляска на граблях продолжается. Мы единственный источник власти, народ, многонациональный народ Российской Федерации. Мы здесь власть! Мы здесь власть! Мы здесь власть! Мы здесь власть! Еще раз, давайте так. Мы здесь власть по Конституции Российской Федерации. Это всем ясно. Сегодня у нас будет и традиционный обзор криминальной хроники недели, в которой поучаствовали члены команды Х и их подчиненные. Пока Следственный комитет расследует уголовное дело на 400 миллионов рублей по статьям о мошенничестве, растрате и присвоении в отношении руководящих сотрудников компании «Башспирт», Управление Федеральной антимонопольной службы в дополнение к вышеперечисленным деяниям раскрыло массу нарушений в закупочной деятельности Нагумановско-Стрижневского «Башспирта». И речь вовсе не о закупке блогеров, которых покупали упаковками и семьями, а, например, о довольно-таки ярких закупках зерна для производства спирта по цене 16 тысяч рублей, и это при том, что средняя цена на рынке в тот момент была 8 тысяч рублей. Согласитесь, стопроцентная шапка, это, конечно, впечатляет, да, то есть взяли так и незамысловато удвоили цену, по которой согласились сами же закупить это зерно. Ну, по-моему, даже Казе понятно, что здесь коррупционная составляющая налицо. А вот еще одна история. По подозрению в мошенничестве задержан экс-директор одного из филиалов «Башавтотранса», тоже обожаемое хабировское предприятие, директор УПАП номер один, бывший директор Павел Аверьянов, задержан в Федеральной службе безопасности, и есть вероятность того, что через него попробуют выйти на более крупную рыбу в этом хабировском «Башавтотрансе». Господин Аверьянов помещен в СИЗО на ближайшие два месяца, и там с ним будут работать следователи. А в Тумазинском районе аж три уголовных дела возбудили против заведующей детским садом. И не смейтесь, пожалуйста. Управление экономической безопасности МВД подозревает ее во взятках и поборах с подчиненных. Все эти разномастные примеры наводят на мысль о том, что каков поп таков и приход. Если уж директор детского сада умудрилась заработать три уголовных дела на своей скромной должности, то что говорить о более высокопоставленных начальниках и членах команды «Хэ». Общеизвестно, что Радий Хабиров не борется с негативными явлениями, он борется с субъектами или конкретными людьми. В строительной сфере, например, это Рабис Салихов, с которым насмерть бьется Радий Фаритович. В сфере оборота твердокоммунальных отходов это компания «Дюртюли-Мелеводстрой». В Белом доме ходят легенды о том, что у Радия Фаритовича имеется некий черный блокнотик, куда записаны все его личные враги, которые когда-либо не подчинились его воле или просто перечили ему. И по списку Радий Фаритович отомстит всем. Но вернемся к мусорной сфере. Судя по всему, 12 районов Башкирии и три города в этих районах стали заложниками борьбы лично Радия Хабирова и лично мусорного магната федерального уровня Константина Жаркевича. Напомню, что оператор «Дюртюри-Мелеводстрой» входит в структуру федеральной группы компаний «Мехуборка», которая принадлежит, в свою очередь, господину Жаркевичу. Мы доподлинно не знаем, что там не поделили Хабиров и Жаркевич, но видим, что их противостояние перешло в острую, уже горячую фазу. На прошлой неделе госпредприятие «Тобегат» ограничило доступ мусоровозов «Дюртюри-Мелеводстрой» к полигонам твердобытовых отходов, а Минэкология, в свою очередь, синхронно потребовала, цитирую, «неукоснительного соблюдения территориальной схемы обращения твердобытовых отходов». Потребовала этого соблюдения от «Дюртюри-Мелеводстрой». То есть компания «Дюртюри-Мелеводстрой» обязана складировать и вывозить твердокоммунальные отходы именно на те полигоны, на которые их не пускают вот эти вот непонятные крепкие люди, и которые подконтрольны Хабирову и Минэкологии Республики Башкортостан. Напомню, «Тобегат» — это государственное предприятие, несмотря на то, что оно находится в стадии банкротства, оно все еще принадлежит государству и подконтрольны Минэкологии Хабирову. Ну, конечно же, все в этой странной ситуации побегут в суды и станут доказывать свою правоту и «Дюртюри-Мелеводстрой», и Минэкология, и будут судиться там до посинения. А тем временем 12 районов и 3 города утонут в мусоре. Но Хабирову же все равно. Он пошел на принцип, он дожимает, он разбирается со своими личными врагами, вот, например, с этим самым Жаркевичем. Ну, если ничего не смог выжить, то дожмет. Саммит «Россия-Беларусь» в Уфе еще не начался. Но уже неделю из-за него Уфа стоит в многочасовых пробках. Уфимские водители заочно ненавидят каждого из 3000 гостей светлого праздника дружбы народов, а мэрия Уфы подливает масло в огонь, сообщая, что скоро еще и Шахшинский мост закроют, аж на два года, вернее, его не закроют, но вдвое ограничат пропускную способность этого моста из-за планового ремонта. Кстати сказать, это гарантированно вызовет коллапс, транспортный коллапс на Иглинском направлении. Но ведь это же все не важно. Важно же порадовать белорусских друзей и братьев гостеприимством и кумысом. Но мэрия Уфы плеснула еще ложку дегтя в бочку дружбы. Стало известно, что белорусы не получат контракт на поставку 15 троллейбусов для города Уфы, как об этом договаривались заранее. Контракт ушел некому поставщику Транс-Альфа. Хотя, возможно, это всего лишь посредник, но осадочек, как говорится, остался. Ведь как долго мы уверяли наших братьев-белорусов, что именно их троллейбусы будут бегать по прекрасным улицам Уфы. Впрочем, не все так ужасно и беспросветно. Есть у нас для вас и хороших новостей. Вот, например, основательница-издатель «Пруфы.ру» Рауфа Рахимова выиграла суд о защите чести и достоинства у администрации Радия Хабирова. А точнее, у его пресс-секретаря Дианы Ихсановой. Рауфа Гореевна доказала в суде, что вовсе не нарушала никаких этических норм пребывания в Совете по правам человека в то время, когда она в нем еще пребывала. Собственно, в этих этических нарушениях и обвиняла Рауфу Рахимову та самая Диана. И теперь администрация главы должна будет Рауфе Рахимовой напечатать опровержение в башинформе и выплатить 10 тысяч рублей. Мелочь, согласитесь, но приятно. А еще Федеральный Роспотребнадзор Российской Федерации позаботился о гражданах и ограничил срок отключения горячего водоснабжения при плавных работах. Ограничил этот срок 14 днями. Так что теперь, если мадам Голованова отключит вам горячую воду на 15 дней, смело бегите с жалобами в Роспотребнадзор и, возможно, вам там помогут. Но это не точно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин